Уважаемые участники заседания, сегодня мы собрались для обсуждения вопросов подготовки и проведения международного ралля шоу по эпоху 2016. До его старта осталось совсем немного, но все еще не решены некие организационные и технические моменты. Республика Татарстан ставит свои истории и традициями, имеет богатую проведению крупных международных и культурных спортивных мероприятий, гордится успехами и яркими победами от своих родственных соотечественников. В этом году в Казани снова встретятся самые искусственные спортсмены-кончики из разных стран, среди которых как опытные мастера, так и молодые начинающие пилоты. Впереди ее ждут 8,5 тысяч километров, территория России и Казахстана, Китай, 15 скоростных этапов, наполненных приключениями и незабываемыми эмоциями. Шоковый путь – это упорно на природные борьбы за победу, проверка на прочность техники и самих участников гонки. Я уверен, что спортсмены достойно пройдут все этапы трассы, продемонстрируют лучшие профессиональные и человеческие качества, базаривают коллегчикам, незабываемые мгновения приумка и чувства гордости для успеха и любимых команд. А наши страны могут подтвердить высокий статус одного из признанных центров мирового автоспорта. Предлагаю перейти к обсуждению основных вопросов. Слово для доклада предоставляется Владимиру Геннадьевичу Общагину. Добрый день, уважаемый Александр Магалевич, уважаемые участники заседания. Международное оближение «Шоковый путь» первое прошло в сентябре 2009 года на территории России, Казахстана и Турканистана по инициативе президентов трех стран и при их личном участии в церемонии накажения победителей. Старт первого ралли «Будан» в центре Казани с участием президента Республики Татарстан. Соревнование получило название «Шоковый путь» с целью подчеркнуть евразийский маршрут ралли и его связующую роль страны региона «Великого шокового пути». В протяжении 2010-2013 годов ралли ежегодно проводилось некоммерческим партнерством поддержки автоспорта и сокового ралли с участием около 1000 спортсменов из более 30 стран мира в классах «Великого шокового автомобиля» в составе около 150 экипажей. Ралли традиционно включает в себя от 7 до 9 этапов кончатого дня, дистанция соревнований до 5000 км, из них 2-3 тысячи км специально скрасных участков по бездорожью. Старт партнер последние три года проводился в июле на Красной площади города Москва. Продолжение следует...